Национализация социальных сетей В понедельник мир может стать совершенно другим, потому что 6 января 2021 года после штурма левыми радикалами Капитолия и последовавшими за этими событиями наступили, как и предсказывали инсайдеры, так называемые 10 дней тьмы Дональда Трампа и множество его известных сторонников заблокировали в соцсетях, не пускают в телевизор и американцы не знают, где президент и что он делает. Либеральные каналы рассказывают одни истории, сторонники Трампа рассказывают другие истории, поэтому что происходит в Америке, на самом деле трудно разобраться. И тем более, друзья, информация ежедневно, ежечасно, она совершенно иная, каждый раз поступает разная информация, поэтому определиться, где что происходит и что с Трампом, ну мы знаем, что он сделал обращение к нации, призвал к порядку. Мы знаем также, что Джо Байден также сделал обращение к нации и тоже призвал к порядку. Поэтому всего лишь я вам расскажу здесь немножко о том, что Трамп полностью лишен платформы за призывы к вооруженному, наверное, восстанию, за призывы к тому, чтобы не дать Байдену сесть на трон в Белом доме. Я думаю, что это так. Но телефоны по-прежнему работают у Трампа, как сообщают другие платформы. И, конечно, друзья, я думаю, что каждому члену правительства было довольно-таки страшно, когда во время заседания толпа стала врываться в Белый дом, в Капитолий. И что происходило? Вы представляете, да? Вот представьте в Кремле ее заседание. Даже в той же самой Государственной Думе вдруг кто-то начинает врываться и ломиться. Конечно, это страшно, потому что толпу уже внутри мало кто контролирует. Поэтому, видите, непокорная толпа, ее испугались все, и тогда правительство вывели через подвалы. И вы знаете, я рассказала вам о том, что все социальные сети заблокировали Трампа, убрали все его аккаунты из всех, из всех самых известных, где у него было 89 миллионов подписчиков. Это вообще невероятная цифра. Но в течение следующих 48 часов эти правительства объявят о процессе принятия законодательства или использования чрезвычайных полномочий для национализации или взятия под контроль Твиттер, Гугл, ну и всяких других социальных сетей. И как считают специалисты, что эта новость станет таким системным шоком, что к понедельнику произойдет массовая распродажа BigTech, которая вместе с этим начнет обрушивать рынок акций. Поэтому, знаете, друзья, это, конечно, сообщение инсайдов, как они думают, как думают такие инсайдеровские специалисты, но насколько верить, и что, собственно говоря, людям простым до этого нет, кто держит акции до Твиттера или там Гугла или Фейсбука, им, может быть, это, конечно, важно, потому что считается, что все акции, все обрушатся как раз в понедельник. Ну, мы переживем сейчас выходные дни, а в понедельник посмотрим, что произойдет. Сегодня еще никто не знает, как это трактовать, но второй звоночек может быть, друзья, это биткоин. Конечно, всегда на политических платформах, когда происходит такая вот война, внутренние неполадки, то всегда реагируют какие-то значимые вещи. Акции, биткоин, вот, допустим, может, да, то есть рынок всегда реагирует, золото реагирует, нефть реагирует, все реагирует, потому что когда в мире наступает нестабильность, то реагирует все подряд. Экономика, конечно, эта экономика реагирует в первую очередь, поэтому биткоин, который на днях перепрыгнул планку в 40 тысяч долларов США, то есть кто-то вкладывает в этот мыльный пузырь колоссальные суммы. Единственное объяснение, чего срочная необходимость выводить деньги из другого мыльного пузыря, который вот-вот лопнет. Ну, так считается, друзья, что биткоин тоже может обрушиться. Вообще, как вы понимаете, вся финансовая система, которая в Соединенных Штатах по всему миру, она вся довольно-таки мошенническая, она вся нестабильно стоит. То есть банки, которые работают нормально, которые, в принципе, работают как часы швейцарские, но это сегодня не показатель и не платформа, что рынки экономически не рухнут. Мы не можем опираться на эти явления, как, допустим, те же самые швейцарские банки. Понимаете, фальшивая финансовая система, она, конечно, рухнет. Как она рухнет? Кто ее к этому подтолкнет? Возможно, Трамп и будет той самой точкой отсчета, точкой той самой бифуркации с Трампа начнется, потому что он не собирается сдаваться. Я, друзья, еще раз подчеркиваю, в каждом ролике говорю, я не поддерживаю ни того президента, ни другого. Мне абсолютно все равно. Это не мои президенты, меня они не касаются. Все, что пишут о Трампе, как о спасителе, детей или еще кого-то, все это вранье, на мой взгляд. А на ваш взгляд, это уже ваше собственное дело. Я думаю именно так, но я основываюсь на фактах и на том, что происходит. А вы можете основываться на слухах, какие КГБ вбрасывает в народ. Почему русский народ так реагирует на это? Я не знаю, вроде как это их президент. И так они стойко за Трампа идут и рвут свои животы. Но это их дело, друзья, тех, кто рвет животы, потому что свои пенсии их не интересуют, свои дети их не интересуют, которые остались без школы или без питания, или пенсионеры, у которых лишили проезда бесплатного. Но это все не интересует их. А вот их интересует Трамп. Да, конечно, это самое важное для российского нищего пенсионера. Трамп. Я понимаю, что это умом Россию не понять, но во всяком случае мы должны понимать, что как раз именно с Трампа, именно с вот этого восстания у Капитолия, тем более планируется еще одно восстание, то есть еще один набег, это 17 января, потому что 20-го должны определить и объявить Джо Байдена президентом. Поэтому сторонники Трампа планируют еще раз сделать набег такой. Да, скифы мы, да, азиаты мы. Ну вот и набег будет такой. Говорят, кстати, там китайцы тоже участвуют в этом набеге. Я уже в одном ролике сказала, что, друзья, китайцы местные никогда не вяжутся в такую заварушку, а привезенные, да, почему бы и нет. Но во всяком случае мы понимаем, что интернет у нас стал основной системой, где базируются наши силовые, скажем, вообще силовые наши возможности. То есть если раньше война, так война, а сегодня эта война в интернете, она совершенно по-другому развивается. Люди даже предполагают, что, может быть, начнется национализация. Знаете, национализация социальных сетей может произойти в том случае, если Трамп останется у власти. Да, за что ратуют наши российские олигархи. Они очень даже ратуют. Поэтому они сделают все возможное для того, чтобы Трамп остался на своем посту. А национализация, о которой где-то в интернете кто-то говорит, она возможна только, я говорю, тогда, когда нужно будет выбить платформу обиженному президенту из-под тех, кто его через социальные сети решил подавить. Ну, скажем, убрал его аккаунты в социальных сетях. Тогда, конечно, Трамп, если он остается, он первым делом национализирует все те системы, которые сегодня его блокировали. Ну, как национализировать, как YouTube национализировать, как Google, как Facebook национализировать, когда это детище людей, которые их создавали. Во всяком случае, мы понимаем, что к понедельнику планируется обрушить рынок. Так что все, кто с акциями, все, у кого есть бумаги ценные, имейте это в виду. И имейте также в виду, что это не будет длительное обрушение этих акций. Это будет кратковременное, возможно, на два месяца. Но они будут выравниваться. Но это самое большое, что может быть, друзья. А так, я думаю, что это кратковременная будет операция, потому что вряд ли Трамп останется все-таки на своем посту, несмотря на силовые акции, захвата Белого дома, Капитолия и другие силовые акции. Поэтому вряд ли он останется. А если он не остается, а все-таки Джо Байден вступит в свои права 20 января, то в таком случае ничего не будет. То есть акции упадут на какое-то время, на два дня, на три дня, максимум недели, а потом все встанет на свои места и выровняется. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.